Искусство Искусство – это не десерт. Это не то, что есть какая-то важная, серьезная жизнь, а уж если вдруг осталось время, ну тогда можно и в театр сходить, потому что приличный человек должен ходить в театр или в музей. Это не так. Искусство – это другой способ узнавания мира. Это совсем другой взгляд, совсем другой. И там играют роль не то, что считается, раз-два-три плюс раз-два-три, а то, что зыбкое, что все время меняется, что какое-то трогательное, почти незаметное. Когда мы смотрим, думаешь, ну нет одного заката, который был бы такой же, как другой закат. Ну не бывает его, не бывает. Вот как листья летят, ну какая разница, как они летят? Нет, ну если мы, конечно, тупые машины, тогда нам не важно. А если мы все еще люди, то тогда вся наша цивилизация не из цифр состоит. Она состоит из Моцарта, Шоенберга, из Бродского, из Гесиода, из Геродота и огромный дальше список. Это другое. И мы что, сами согласны это потерять? Если про нас кто-нибудь когда-нибудь вспомнит, то я вас уверяю, вспомнят это. Будут слушать Моцарта и Баха и скажут, боже, был же такой вид на Земле, который это совершенство создал. И сам же и все зачеркнул. Ну так что? Мы хотим чего-нибудь такого? Это звучит более банально, чем на самом деле. А именно наша надежда – это на вот такие какие-то мягкие, ускользающие вещи, которые есть искусство. В искусстве дело. Чем отличается совершенная копия от оригинала? Это очень сложный вопрос. Вот эксперт по живописи вам скажет, так я вижу просто. И мы сейчас не будем обсуждать то, что очень хорошо, что это есть, но это про другое. Что масса высокотехнологичных способов исследовать холст и краску, и когда что было, и рентгенскими лучами – это все отлично и очень полезно. Но мы говорим не про это. Мы говорим про то, что стихотворение, написанное Бродским или Пастернаком, не имеет ничего общего с тем, что напишет компьютер, который очень хорошо изучит Бродского и Пастернака. И будет знать, как это сделано. Между этим и этим пропасть. Вот в эту пропасть нам бы хорошо не рухнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова